Звездного времени суток вам граждане, в эфире 225 выпуск. Сегодня расскажем об Anno Merchantman, немного о лайве и поделимся подробностями с тестированием патча 3.17.2. А чтобы не пропустить наше видео, лайкайте, подписывайтесь и жмите колокольчик. Все ссылки в описании в видео. 16 июня 2022 года вышел очередной инсайд под названием Внутри Мерчантмена. Прежде всего Джаред представил начавшуюся неделю инопланетных кораблей Alien Week. В ее контексте нам показали БММ, хотя он находится еще в стадии грейбокса и далек от завершения. Подход к проработке дизайна экстерьера проходит множество стадий с особой тщательностью и вниманием к деталям. Над экстерьером в данный момент работают два человека. Разработчики уделяют особое внимание соответствию масштабных метрик интерьеров. На корпусе имеются массивные спрятанные орудия. Кропотливая работа проводится над орнаментом на крыльях, а многие детали позаимствованы с Дефендера и масштабируются до нужных размеров. Этот корабль является ключевой точкой, поскольку в нем будут реализованы новые механики торговых киосков. Также появится уникальная анимация телескопического развертывания крыльев в полетный режим, которые, возможно, будут проявлять свою функциональность в атмосфере, хотя подтверждения этому от самих разработчиков пока нет. Мостик представлен в виде грубого наброска, он достаточно просторный. Посты операторов ответляются от основного помещения и располагаются выше, чтобы обеспечить нужную обзорность. Здесь же находится станция эвакуации экипажа, а также переход в огромное помещение для оператора главного орудия. Поскольку Бану это глубоко религиозное общество, здесь есть и храмовый зал для проведения ритуалов. На борту имеются два типа медицинских коек, которые полностью повторяют решения, реализованные на Караке. При этом здесь, получив первую медицинскую помощь, вы отправляетесь в жидкостный или гелевый бассейн для дальнейшего восстановления. Далее нам показали лаунж, социальное пространство вроде кают компании, столовую, помещение для экипажа и лифт, идущий от самой поверхности планеты через все палубы корабля. Зал для переговоров и комплекс из шикарных вип-кают. Ожидаемо мы не нашли никаких правильных прямоугольных форм и линий. Грузовой трюм напоминает огромный амфитеатр с соборными сводами. Торговая зона разделена на этажи с плавающими лестницами, а всего на корабле будет пять или шесть палуб. В центре торгового зала располагается особый подиум для демонстрации самых крупных и впечатляющих образцов товаров, доступных для покупки. Завершилась экскурсия в наиболее проработанной комнате для совместного отдыха и общения, оформленную в стиле и видении расы Бану. На следующий день, 17 июня, прошло часовое лайв-шоу с Фредериком Дюпере «Время порисовать каракули». Фред – художник по концептам из студии Турболент в Монреале. Он начинал свою карьеру как аниматор, но работая художником в кинематографе, он решил переквалифицироваться в художника по концептам окружения. Пока Фред работал над своим специальным концептом, Джаред рассказал о магазине кораблей, лоре, относящемся к неделе Alien Week, а также старте тестов эвакатов. Тем временем, Фред взял для изображения инопланетян из нашей вселенной как основу – Вандула и Шиана, и решил создать нечто с космическим подтекстом. Как правильно заметил Джаред, ни одного игрового проекта нет еженедельных трансляций длиной в час с просто работающим разработчиком. Каждый концепт обычно проходит как минимум 3 или 4 итерации перед тем, как войти в игру в окончательном виде. Фред рассказал о том, как проходит его рабочий процесс. Часто бывает, что лучше всего бросить и уйти прогуляться в парк, потому что ничего не клеится, а на следующий день вдруг все получается с первого раза. В целом, сам выпуск Лайва получился не сильно информативным, поэтому перейдем сразу к другим новостям. Эвакаты приступили к тестированию патча 3.17.2. В фокус тестирования попали. Новый динамический ивент Осада Орисона. Заброшенные аутпосты и реклаймеры версии 1. ИИ, планетарная навигация. Новые миссии по незаконной доставке. Новые игровые предметы. Новые станции на точке Лагранжа. Пройдемся подробнее. Новый динамический ивент Осада Орисона. По данному ивенту ничего нового добавить нет, кроме того, что разработчики благодаря эвакатам выявляют баги и фиксят их. Если вдруг кто не в курсе, что такое Осада Орисона и что будет там происходить, то ссылку на сам ивент оставим в описании видео. Заброшенные реклаймеры версии 1. Теперь у вас появилась возможность выполнять разного рода задания в заброшенных реклаймерах, как законные, так и незаконные. Включая доставку и бои FPS в местах крушения и вокруг них с использованием ИИ новой планетарной навигационной сетки. В космосе вокруг Елы, Микол 1 и Арк Л2 есть три места с заброшенными реклеймерами, связанные с тремя разными миссиями. Доставка, расследование и наемничество. На новом заброшенном участке Призрачная лощина на Майкротеке есть NPC, которые могут перемещаться по поверхности планеты. И есть три законные миссии. Доставка, охота за головами и наемничество. Заброшенные колониальные аванпосты Помимо заброшенных реклаймеров, в системе Стентен были размещены заброшенные колониальные аванпосты. Первая итерация будет включать в себя пять уникальных аванпостов на Майкротеке с новыми миссиями по доставке. Небольшие загадки и все, кроме одного, будут иметь ИИ-охранников, которые также будут использовать навигационную сетку и, возможно, даже в релиз пойдет патч с десантом этих ИИ. Искусственный интеллект Планетарная Навигация позволяет NPC перемещаться по планетарным поверхностям, используя динамически генерируемую навигационную сетку. Это позволит эффективно обрабатывать планетарную местность и объекты, чтобы определить приоритет обработки окружающей среды вокруг игроков в сетку, что позволит использовать ландшафт на планетах. Первая итерация этой функции будет уже в этом патче. Новый набор миссий по доставке посвященный перевозке нелегальному грузу. Эти миссии будут предложены от Red Wind Line Hall, как только игрок достигнет второго ранга репутации с ними в качестве курьера. Обычно игрока отправляют в захудалые места, такие как нарколаборатории и тайники, и ему поручено доставлять между ними товары, некоторые из которых могут быть незаконными. Вступительная миссия должна быть доступна на Херстоне, если у вас второй ранг с Red Wind Line Hall. После, сами незаконные миссии должны быть доступны за пределами Херстона, на Крусейдере, Арккорпе и Майкротеке. Эти миссии представлены в пяти различных версиях, каждая из которых имеет разное количество груза, соответствующую денежную и репутационную награду. Одно из самых важных дополнений этого патча, это добавление маркера для дружественного ИИ, связанного с вашей текущей FPS миссией. С выходом патча мы также получим новые игровые предметы во вселенной, рюкзак для добычи Greycat Salvage, контейнеры для добычи, новая броня RRS Specialist, варианты морозов SH, Brush Drift, Redshift и Snow Drift, которые можно найти на New Babbage, Area 18 и Port Alessar. Помимо всего сказанного, были также добавлены новые станции для отдыха на точках Лагранжа вокруг Майкротека и Аркорпа, со всеми теми же удобствами, которые имеют другие аналогичные станции. На Гримхексе был расширен госпиталь добавлением новых медицинских помещений. На сегодня всё, спасибо, что были с нами. А если вы хотите стать частью одного из самых активных и крупных сообществ в Star Citizen, мы вас ждём у себя. Для нас главное – ваше желание и адекватность. Также регистрируйтесь по реферальному коду, размещенному под видео и получайте 5000 внутриигровой валюты. Увидимся во вселенной!